Привет, земляки! Да, я хотел буквально прямо перед этим сказать, будем ли мы открывать секрет, да? Конечно, это же прям такой секрет-секрет, секрет, прям секрет-секрет! Леша, я тебе честно скажу, что многие просто не знают, да, потому что новое поколение, люди выросли, люди... Стопай, я один из этих многих, откройте мне, я не понимаю... Уходи, уходи, уходи... Кстати, где? Алексей Арчанин. Да ладно? Да, Саша, вот как раз ты понимаешь, я тебе про это... Это правда. Я реально не знал. Леша, мы... Давай откроем секрет, да, что мы со вчерашнего вечера здесь по городу уже катаемся. Еще один секрет, мы проезжались по старым боевым местам, Слава, и я узнал о том, что, например, Алексей первый свои финансы заработал в ДК «Нефтехимик». Абсолютно верно, да. Кем ты там работал, скажи? Это был 91-й год, сначала, значит... Я родился. Да, дата рождения твоего. Я уехал в Москву в 91-м году и вернулся, к сожалению, не поступив с первого раза. Потом мне пришлось возвратиться в Орск и уже зарабатывать на вторую свою поездку своими собственными силами. Я устроился во дворец культуры нефтехимиков, меня устроили на полставки инструктором культмассового отдела, а после этого меня перевели на полную ставку. Здесь аплодисменты должны быть, бурные овации. Ты что, как ты с полставки на полную ставку перейдешь? На полную ставку, Алексей Литарев, инструктор культмассового отдела ДК «Нефтехимиков». Слушай, давай дальше пойдем. 92-й год, ты уезжаешь в Москву уже... Это вторая попытка уже официально. Я поступаю в эстрадно-цирковое училище, я его заканчиваю, 4 года я отучился. Я сразу тебя, извини, я тебя перебью, но тогда навыки уже Орской жизни, начало 90-х годов. Ты в эстрадно-цирковое училище поступаешь на класс стаканчиков. Это тебя кручу-верчу, обмануть хочу. Нет, ты дико ошибаешься, дико ошибаешься. Но он и же Орский человек, он знал это, не все это знают. В эстрадно-цирковом училище я поступил на отделение, меня, значит, поднимали в воздух и бросали вниз на манеж. Это была такая, значит, да, это была такая творческая единица. А была ли натянута сетка? А это, кстати, как раз, наверное... Сетку теоретически натягивали, но она была из Капрона, поэтому рвалась она моментально. Первый трек пришел мне в голову, когда я упал, именно вот на этот манеж. Абсолютно верно. Хорошо, смотри, когда... Я поступил на отделение эстрадно-речевой жанр. Разговорный. Разговорник. Есть такая профессия в цирке, шпрехшталмейстер. Шпрехшталмейстер, это человек, который... Да, да, да. Что в переводе с немецкого языка говорит. Человек, который говорит, объявляет цирковые номера. В цирке он называется довольно проще «Коверный». Я знаю, как я... Нет, 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 именно шпрехшталмейстер он называется по сей день. А «Коверный» это клоун, это относится к клоунаде, к музыкальной эксцентрике, к клоунаде. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ